МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приближается 12 июня, день национального самоунижения, который парадоксальным образом считается праздником и притом едва ли не главным – Днём России. В 1990 году, коллеги, мне довелось быть народным депутатом России, и этот день, 12 июня, не забуду никогда. Помню, как в едином порыве 907 моих коллег, стоя бурными аплодисментами, приветствовали принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Оставшись в подавляющем меньшинстве, не мог понять, то ли я не в себе, то ли у моих коллег происходит некоторое помутнение сознания. Ведь для каждого объективного человека было понятно, что усечённая Россия, РСФСР, принимает решение о развале России большой, которая тогда называлась Советским Союзом. Не случайно известный политолог и притом антикоммунист Александр Цепко написал статью с удивлённым заголовком «Русские уходят из России». Напомню, Декларация о госсуверенитете РСФСР в пункте 5 содержала положение о том, что законы Российской Федерации выше законов Советского Союза. Не надо было иметь семипядий волну, чтобы догадаться. Это решение вызовет последствия двоякого рода. Во-первых, такие же решения неизбежно начали принимать другие союзные республики. Это превращало СССР из Федерации в Конфедерацию, а в условиях нарастающих эволюционных разрушений грозило полным распадом, что в конце концов и случилось. Во-вторых, такие же решения начали принимать республики в составе России. Причём Борис Ельцин произнёс тогда геростратовски знаменитую фразу «Берите суверенитета, сколько проглотите». А это уже угрожало разрушением не только СССР, но и усечённой России, то есть Российской Федерации. Позднее день принятия Декларации о госсуверенитете стали именовать Днём Независимости России. И народ справедливо спрашивал, от кого же мы стали независимыми. От третьей нашей территории? Или от половины населения? Или от 30 миллионов русских и 60 миллионов тех, кто признавал русский язык родным? От Крыма, Абхазии и Южной Осетии? От моей родины, Северного Казахстана, и части прибалтийских территорий, где русские составляли подавляющее большинство? От Киева, матери городов русских? От Новороссии, Приднестровья и всего оставшегося вне Российской Федерации русского мира? А 15 лет спустя президент России произнёс знаменитую фразу, цитирую, «Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века». Коллеги, объявить национальным праздником день и решение, которое положили начало этой катастрофе, по меньшей мере, странно. Добавлю к этому, любая революция – серия множественных катастроф. Однако революция Ельцина в этом отношении едва ли не рекордсмен. И помимо геополитической таких катастроф она породила как минимум 7, в их числе экономическая, финансовая, технологическая, социальная, интеллектуальная, духовно-нравственная, демографическая. Почему, например, Союз промышленников и предпринимателей говорит, что нам мало импортозамещения и требует новой индустриализации? Да потому что результаты прежней оказались уничтожены. И санкции показали, что дальше так жить нельзя. В конце советского периода мы выпускали 214 тысяч тракторов, сейчас 14 тысяч. Ситуации в станкостроении ненамного лучше, уважаемые коллеги. По данным Всемирной организации здравоохранения, на рубеже 80-х годов мы имели 22-й показатель систем здравоохранения. По последнему докладу ВОЗ это 130-е место. Мы имели среднеевропейскую продолжительность жизни, входили по этому показателю в 25 первых стран мира, теперь, согласно докладу ООН о развитии человека, мы на 88-м. Не буду продолжать, скажу о другом. Мы много слышали, уважаемые коллеги, и, увы, справедливо, советская экономика была экономикой дефицита. Но сейчас ей на смену пришел другой дефицит, по выражению президента страны, дефицит духовных скреп. Если называть вещи своими именами, это означает, что последствия духовно-нравственной катастрофы, которая началась на рубеже 90-х годов, до сих пор не преодолены. По официальным данным, наркотики в стране употребляют 8,5 миллионов человек, из них 3 миллиона на регулярной основе. По данным академика Покровского, в стране зарегистрировано 900 тысяч граждан, которые являются носителями ВИЧ, подлинная эпидемия. По данным МВД, в России насчитывается до 450 тысяч несовершеннолетних проституток. Коллеги, это проявление лишь одной из революционных катастроф, связанных когда-то с таким сигналом, как Декларация так называемой независимости России. Разумеется, многие граждане над этим не задумываются, но политическим элитам, как нам кажется, пора покончить с национальным мазохизмом. Не могу не отметить еще несколько парадоксов. Первый. Президент и правящая партия заявляют о приверженности к консервативным ценностям. Но зачем же тогда в качестве праздника отмечать события, ставшие началом одной из самых разрушительных катастроф в истории? Второе. В официальной идеологии и публицистике давно утвердилось выражение «Лихие 90-е, но если они лихие, зачем мы празднуем знаковое событие, которое стало их началом?» И, наконец, уважаемые коллеги, давайте задумаемся о том, сколько лет в нашей стране. Если ей 26 лет, тогда, конечно, наш праздник 12 июня. Но мы уверены, что Россия страна с тысячелетней историей. Ее суверенитет утверждался трудом и оружием народа под руководством киевских князей, московских царей, петербургских императоров и советских лидеров. Неужели всего этого не было, и суверенитет России на самом деле дали только депутаты в 90-м году простым нажатием кнопок? Нам кажется это странно. Не унизительно ли это для наших предков? Кстати, те, кто думают, что Россия потеряла свой суверенитет, войдя в Советский Союз, по союзному договору глубоко заблуждаются. По этому договору суверенитет РССР сохранялся. Не говоря уже о том, что, повторю, Советский Союз был ничем иным, как реинкарнацией Российской империи в единственной возможной тогда для этого форме. Мы понимаем, в этом году праздник пройдет, как это установлено законом. Но со следующего года предлагаем принципиально изменить не просто дату, но сам подход к Дню России, как одного из ее символов. А именно, вместо подхода политического предлагаем культурно-исторический. Группа депутатов во главе с Геннадием Зюгановым внесла законопроект о переносе Дня России с 12 июня на 28 июля, День памяти князя Владимира и одновременно День крещения Руси. При этом убеждены, рано или поздно 12 июня перестанет быть национальным праздником. Вот наши аргументы в пользу законопроекта. Первое. Именно под руководством князя Владимира Русь обрела государственное единство. Он стал объединителем всех современных ему русских земель. Не случайно в летописях и былинах народ называет этого князя Владимиром Красное Солнышко. Второе. Важнейшим фактором государственного единства стало крещение Руси, день которого также отмечается 28 июля. Третье. Выдающееся культурное значение крещения Руси признается людьми всех национальностей и вероисповеданий, а равно и светским сообществом, которому принадлежу и я. Четвертое. В момент крещения не существовало разделения на три народности – великорусскую, украинскую и белорусскую. Следовательно, праздник будет способствовать воссоединению близких славянских народов. Пятое. Признание 28 июля – Днем России укрепить международные позиции страны как покровительницы православных христиан во всем мире. И, наконец, шестое. Перенос праздника наверняка будет способствовать политической консолидации нашей страны. Мы убеждены, что это предложение может и должно вызвать поддержку в разных фракциях Государственной Думы. От имени лидера фракции Геннадия Андреевича Зюганова и как разработчик законопроекта я говорю, что мы не претендуем на авторство и готовы предложить его лидерам всех думских фракций без исключения и при необходимости перевнести законопроект от их имени как консолидированное предложение Госдумы 6-го созыва. Коллеги, Россия и Ельцин – не близнецы-братья. Давно право отделить одну от другого. Надо вернуть стране ее многовековую историю. Во имя этого предлагаю отказаться от партийно-политических расхождений в этом вопросе и воспользоваться поэтическим кредо Сергея Есенина. Напомню, но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть Земли с названием кратким – Русь. Спасибо, приглашаем к сотрудничеству. Редактор субтитров А.Семкин